Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео я расскажу вам о том, чем можно заняться в World of Warcraft на этой неделе, и вообще в целом в этой жизни, как говорится, да? Это пробное видео, и, конечно же, сходу дымовички! Дымовички! Это когда ты просыпаешься, открываешь окно, а там восход, и тебе очень приятно! Поэтому обязательно, ребятушки, оставьте свои комментарии по поводу того, что вы думаете об этом видео, делать ли мне подобные видео, и, скажем так, делать ли их более расширенными, подробными, более вариативными, чем то, что вы видите сейчас! И, конечно же, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, обязательно нажмите колокольчик, колокольчик, чтобы получать уведомления, и, естественно, приходите на стримы, каждый день с 12 до 14, и с 18 до 21! Итак, ребятушки, с чего я хотел означать, да? То есть, как я и сказал, это видео я решил написать на уровне «а давай-ка попробуем», на уровне «давай-ка попробуем», потому что, в принципе, тема интересная, а самое главное, что актуальная! Всегда, все, иногда, да, когда что-то там в игре вот уже устал, да, что-то вроде, знаете, и может даже гильдии какой-то нет, и особо друзья уже не играют, и вроде хочется поиграть в Warcraft, да? Вот хочется околиться, хочется околиться, понимаешь? Вот, ну, что делать в этой ситуации, да? Хотел бы рассказать, вот, потому что, ну, всегда, всегда такое возникает, хочется поиграть в WoW, а что-то и не знаешь, чем заняться, да? Ну, то есть, во-первых, я написал себе небольшой списочек, да, по которому будут двигаться. Во-первых, ребяточки, очевидно, хочу посоветовать вам приходить на мои стримы каждый день с 12 до 14, и с 18 до 21. Почему это занятие каким-то образом поможет вам в World of Warcraft, да? Все просто, да, на своем опыте я убедился, что большинство людей, которые, ну, у меня на стриме особо даже не были заинтересованными, ну, в тех же ключах, в эпохальных подземельях, да, начали неожиданно в них ходить, да, они начали неожиданно ходить, потому что я начал туда ходить. То есть, мои стримы как-то двинули людей на то, чтобы более наслаждаться игрой, видя, как я наслаждаюсь игрой, потому что для меня это действительно невероятное наслаждение, особенно в последнее время. Ключи, не ключи, вот этой групповой контенты, да, голдфармы, у нас на стриме много чего происходит, да, при желании можно и PvP, PvE настроить, какой-то PvP, да, контент настроить вместе с вами, рейды, что-то мы там ходили. Короче, всем интересно, все заинтересовываются и получают дополнительную мотивацию к игре, да, то есть вот такая вот непредамеренная как бы реклама получилась стрима. И одновременно как бы довольно-таки дельный совет, потому что, в принципе, если я вам нравлюсь, то тогда, может быть, вам понравится играть в World of Warcraft вместе со мной и моими зрителями, да. Очевидно, тут же как бы хочу развернуть на фоне всего этого совет, который у меня по цифре номер 8, да, но он будет по цифре номер 2. Так называемый совет «Найди друзей», найди друзей, да, то есть, конечно же, с кем-то играть веселее, да. И особенно веселее, вот, особенно веселее, если он играет хорошо, потому что если этот, черт, там, вагон, да, ну, вы поняли, в чем суть. Будьте, ребяточки, ну, как бы, более чильнее к этому относитесь, особенно уверен, что это видео в какой-то степени даже для новичков. Более чильно относитесь, это всего лишь игра, ребят, всего лишь игра, в которой люди приходят отдохнуть и получить наслаждение. Поэтому, ну, не волнуйтесь вы, ну, вот, кто-то у вас умирает в ключах, кто-то умирает у вас в рейдах, кто-то умирает сами в вашей арене 2 на 2, 3 на 3, еще что-то. Ну, человек, возможно, целый день работал, пришел с работы, он присел, взял какой-нибудь приятный напиток для себя, да, алкогольный, неалкогольный, сел, расслабился, расслабился на все хорошо. Он просто хочет перестать думать о том, что у него было сегодня, он хочет откинуть свои мысли и абсолютно чильно насладиться игрой. Абсолютно вот почильно посидеть, что-то поделать, может быть, с кем-то ему доставляет это отвлечение от его каких-то жизненных, скажем так, забот обычных, да. Поэтому, ну, таких людей очень много и большинство, поэтому, ну, не злитесь на людей, вот, и с пониманием относитесь, да, если вы там какой-то супер профессиональный игрок, так вы думаете, что все у вас вагоны, ну, они просто чилят, знаешь, они иной раз, может, даже не специально вагонят, как бы, да, ну, они просто чилят, им даже неинтересно как-то что-то сильное делать, стараться, да, грубо говоря. Так что с пониманием относитесь и, конечно же, заводите новые знакомства приятные, вступайте в гильдии, в сообщества, ну, и, естественно, в дискорды разнообразные. Это, как бы, намек на то, что вы вступили в мой дискорд, вступили, опять же, в мое сообщество, ссылки на которые, по идее, есть в описании, и всегда на стриме я их тоже засвечу. Вступайте туда, со временем, вот, нас пока что не так много в целом, да, то есть в сообществе нас сколько людей. Сообщество называется «Знать мне было бы неплохо», цитата Вилнова. Вот, 63, да, что-то тут, как говорится, вот, пока тихо у нас, пока тихо, но со временем, сами понимаете, да, время пройдет, и обязательно на Shadowland будет, как минимум, да, на Shadowland громко, да и в ближайшее время, если все вступят, тоже будет громко, как, собственно, и в дискорде тоже самое, да, в дискорде, у нас, кстати, сидят люди, играют вместе, общаются в голосовых чатах, не в голосовых, что-то кто-то, что-то туда собирает, вот, можете сами зайти и убедиться в этом, что там у нас какая-то возня происходит, конечно, анонсы стримов там тоже происходят, вот, на стримах вместе со мной играйте в ключах, играйте, гулдфармите, да, и так далее, то есть очень интересно, стильно и, как бы, молодежно, да, скажем так, потому что вместе играть, ну, всегда интереснее, чем в одному, вот, особенно если, как говорится, попался с тобой веселый какой-то парень, с которым просто вот ты сидишь или девушка, да, и, как бы, просто отдыхаешь, как бы, наслаждаешься, как бы, игрой, да, значит, что у нас дальше, да, у нас на повесочке, очевидно, ПВП, ребяточки, и ПВЕ, ну, тут, как бы, даже говорить много ничего не надо, просто ходите в ключи, вот, собирайте их сами, заходите в заранее собранные, да, то есть, поскольку много ЧСВ-шников, да, ну, РИУ ЧСВ-шников, да, вас большие ключи могут и не взять, да, ходите в маленькие ключи, обойте свой ключ и тоже введите себя как РИУ ЧСВ, потому что со временем, как хочется вам или не хочется, вы поймете, что, конечно же, люди, у кого большое РИУ, все-таки поэффективнее играют и меньше умирают в ключах, понимаете, то есть, что правда, то правда, как ни крути, знаете, РИУ, конечно, не показатель игрового, как говорится, профессионализма, опыта, да, но он вот опыт, да, вот именно, он показатель того, насколько люди надрочены на одно и то же, да, то есть, грубо говоря, если можно использовать такую фразу, насколько они вот ходили в эти ключи в этом сезоне, поэтому не зря указаны сезоны, с помощью адона Raider.io, да, вот насколько этот человек большой ключ прошел, какие он в тайм проходил, какие не в тайм проходил, да, чем больше РИУ, тем больше шанс того, что он в последнее время просто бесконечно убивал там мобов и как минимум знает все там, не знаю, штуки типа Занчужская Знахарка кастует с глаз, надо его сбить, да, на каком-то боссе надо сбить каст, Птеродактиль кастует Фир, кто-то там еще, что-то там еще, да, то есть он знает эти механики, которые надо прерывать, он знает, что надо делать, вот, он шарит, поэтому РИУ Мэны, конечно, более приятный выбор для игры, если хочется пройти в тайм и вообще апать ключ, поэтому апайте свой ключ через заранее собранное, как я показал, подземелье, вот так либо ищите, либо собираете, да, вот, пишите плюс там какой у вас ключ, плюс один, плюс два, там пишите, да, пишите типа go fast и погнали, да, или что-то такое, вступайте, это вот так попадают в ключи, а ключ свой первый получить можно пройдя любое подземелье, начиная с обычной эпохальной сложности, ну, просто это ноль называется там, да, с нулевой сложности можете пройти, как и любой ключ, проходите, получаете свой ключ, вот, и потом можете свой ключ уже вставлять, апать и так далее, куда ключ будет написано в этом ключе, поэтому, ну, ходите, играйте, наслаждайтесь, да, одевайтесь, это все-таки прикольно, получайте за это недельный сундук, с которым шмотка лучше падает, прикольно, да, а что касается ПВП контента, ну, тут тоже довольно-таки все просто, как всегда, если кто не знал, информация не для слабонервных, можно играть в ПВП и в ПВЕ контент, если вы играете на другом серваке, в отличие от другого человека, да, настолько, на что аж можно искать, как видите, по фильтру все языки, и, соответственно, вы можете попадать в пати с любым человеком с Ю-сегмента, поэтому я знаю, что, как ни странно, у меня на стримах многие этим интересуются, но если я играю на Ревущем Фьорде, вот я на Ревущем Фьорде, а вы на Сижателе Душ, и у нас совпадают фракции, то есть Ярда, Верда, я Альянс, вы Альянс, да, то мы можем играть, мы можем делать абсолютно все вместе, вовсюда ходить, в подземелья, в ПВП, арены, любые рейтинговые поля боя мы не можем, по-моему, ходить, если я не ошибаюсь, да, вот, по-моему, рейтинговые поля боя и мифический рейд именно, мифический рейд, то есть герои, кобычку, можем, мифический не можем, и то, пока 100 гильдий не закроют мифик, когда 100 гильдий закрывает мифик, вот, какой-то там супер статистики Близзард, то открывается возможность всем ходить через вот такие вот, через сервак, через смену сервака, вот, поэтому, как бы, прикольно, то есть вот сюда можно ходить, и это классно, это замечательно, так что ходите вместе со мной, опять же, и друг с другом, поэтому не так уж и обязательно, как вы в серваке играете, если хотите ходить нормально в ПВП или ПВЕ, ну, единственный минус, что именно гильдии ориентированы, да, то есть вот на Ливущем Фьорде больше в ПВЕ контент, как говорится, да, люди ориентированы, на Гордуне, как бы, за Альянс, да, это на Ливущем Фьорде, за Орду, на Гордуне за Альянс, люди более ориентированы, получается, и на то, и на другое, Потому что это такой большой сервер универсальный для Альянса Свежеватель душ больше для пвпшников всю жизнь был Поэтому там преобладают гильдии пвпшные, в которые можно найти ракетные поля боя На которые можно сходить Вот здесь вот, то есть это мумкбалгабала Вот, называется она как-то так, да И у Альянса тоже есть такая локация У вас в самом начале игры практически, как вы проходите квесты Вас туда отправляют сходу, чтобы вы понимали, что к чему Да, здесь вот разнообразные каждую неделю квесты Видите, Дарину Штормов, Мехрон, Вечествующий Дол Вот, надо убивать там противника в режиме в пвп Получаете очки забоевания, честь, записки интеданта Какие-то шмоточки вы получаете, да Поэтому отправляйте сюда, чтобы это получить Вот, насладиться этим, да И зачем, казалось бы, это нужно? У пвпшников тоже есть свой сундук Недельный, когда вы добиваетесь капа очков завоеваний И один раз побеждаете на своем рейтинге пвпшном, да На каком-то рейтинге один раз побеждаете, одна победа, да Вы получаете свой недельный сундук Вот, он загорится, да То есть, вот, видите По сути, даже, по-моему, один раз побеждать не надо Видите, вот написано, шкала завоеваний заполнена Награда получена То есть, получаете 500 Идете вот здесь, сдаете квест Что тут награду получили, да Вот эту вот, какую-то награду там будете получать, да И все, как бы, да И появляется вот это вот, начинается, загорается И там пишется, какого левела шмотку вы получите Чем больше рейтинг, тем больше шмотка Это так работает Поэтому наслаждайтесь Еще, к тому же, здесь падает одна из самых лучших сущностей Для большинства, к слову Это вот такое противостояние раздора Раздор противостояния, да У меня на втором уровне Второй уровень получается за то, что вы получаете более Ну, более 1000 рейтинга набрали Вот, и заполнили шкалу Это вот тогда получаете второй уровень И, как бы, каждую неделю после второго уровня Начинают падать кусочки на третий Надо их достаточно много По-моему, 15 штук, если я не ошибаюсь, да И, соответственно, их фармить достаточно долго Надо 1600 рейтинга взять С 1600 рейтинга падает по 5 штук С, по-моему, с вот такого рейтинга Или типа того падает по 3 С 1000 просто по одной штуке, да То есть, ну, лично я Не знаю Мне, конечно, хочется, да Вот, но колется Опять же, хочется, но колется В принципе, чем отличается второй и третий уровень У третьего уровня просто Не 5 раз накладывается дополнительная универсальность А 8, да То есть, вместо того, чтобы получить Грубо говоря, сколько тут 290 универсальности Мы будем получать Ну, сколько получается Я сейчас математику подрубил В голове 474 474 универсальности Что, конечно же, баф Вот Хотя, конечно, вы понимаете, да Что это не такой уж прям и баф Ну, то есть, там 100-150, да Мне как-то ради этого, не знаю Хочется ли мне вообще этим заниматься Ну, короче, я тоже об этом думаю Стоит ли этим заниматься Ну, вот, в общем, это Относительно ПВП Сходите на разнообразные Как бы БГшки Обычные сходите Тут тоже очки завоевания Эпические сходите Стычки можно просто Стычки это нечто по фану Когда вы попадаете в рандомные Вот вы один рехнулись Один И попадаете в рандомные арены Как бы, да, рейтинг за это не получишь Но просто, как бы, побиться и все дела Ну, и плюс бывают разнообразные потасовочки Вот Потасовочка, храм, быстро, могу Вот То есть Карта, храм, кот, могу Ну, да, и там скорость повышена Скорость движения повышена Время вознаграждения уменьшено Да, то есть То есть Какие-то такие Как бы Те же самые БГ Вот Но, типа Каким-то бонусами Изменениями Типа по приколу Все дела, да Значит, что у нас дальше Не забывайте отправлять, во-первых Своих соратников Обязательно Везде Чтобы получать всякие Репутационные И силы артефактические бонусы Сходите В экспедицию Получить Недельную Вот эту штуку Раз в неделю Получаешь Здесь Если на фул Проходишь Это надо Три раза Пройти Мифический Да И Или четыре раза Героический Да Нужно пройти Вот И Как бы Получаете Три с половиной тысячи Сил артефакта Своего И плюс Там какая-то карта Либо на Пять тысяч голды Либо на По-моему Восемьсот пятьдесят Пыли титанов Что довольно таки Неплохо Да И Или просто Очень много Как говорится Опять же Еще раз Силы артефактов Да То есть Это прикольная штука Можно Это буквально Занимает минут Десять-пятнадцать В мифике Пройти Да Три раза Вот Так что В принципе Ради таких бонусов Можно и Как говорится Заморочиться В принципе Да Че тут такого-то Вот Раз в недельку Можно заморочиться И насладиться Этим Что у нас еще Говорится Осталось Да Значит Естественно Присутствуют в игре Недельные события Вот Закончилась только что Недельная лихорадка Была вылупление Гиппогрифов Да То есть Разнообразный Прикольный контент Нас ждет На этой неделе Все еще Присутствует По-прежнему Как я сказал Пвп-потасовка Вот Да Вот Присутствует Путешествие Во времени По подземельям А сейчас Путешествие Во времени Куда у нас происходит Так В Бернинг Рузейд Что это значит В принципе Вот здесь У Тарталанов У Альянса Тоже такие есть Вот Будет квестик Вот на 5 подземелья В путешествии По времени С которой падает Шмотка с Неолоты 445-го качества Да То есть Потом Со временем Начнет падать С Героика 470-я шмотка Будет написано Тайник сокровища Неолоты Там героический Да Она будет написана То есть Будет 470-я 460-я падает Шмотка С Героика Да Вот так вот То есть 5 подземелья Проходите И получаете За это Вы тоже Что-то получаете Какие-то шмотки Но не очень сильные Естественно Потому что Это проходится В обычном ЛФРе Вот Вот здесь Подземелья Рейды Поиск подземелья И выбираешь Здесь случайные Путешествия Времени Бернинг Розейд И регаешься Получаешь Разнообразные Искаженные Временем Знаки Которые Можно использовать Для того Чтобы Что-то на них Купить Всем привет Дорогие друзья С вами Ума заключения 25-го века До нашей эры Рассказываю Ребят Как работают Эти знаки То есть Есть специальные Вендоры Которые Где находятся Вы узнаете После того Как вы сдаете Квест То есть Вы пробиваете Первое путешествие Времени Вам выпадает Штука квестовая Каждую неделю Она Ну то есть Каждый раз Каждая путешествия Она только одна За весь ивент Падает Вас к этим Вендорам Приглашают У них Вы можете Купить Жетоны На репутацию Того Времени То есть Бернинг Крузейда В данном случае Потом Возможно Этими жетонами Накопить Репутацию Халявно И потом Купить Каких-то красивых Маутов Возможно Трансмок Возможно Гильдейские Накидки Прикольные Если у вас Много персонажей Твинков Поскольку Эти штуки Привязываются К учетной записи Конкретно Жетоны С репутацией Вы можете Апнуть Очень быстро Если у вас Много твинков Очень быстро Можете Апнуть Себе За счет Один раз в неделю Большого количества Знаков Искаженных Репутацию Где-то До превознесения Это очень прикольно Круто Проникнуться Духом Старых подземельей Вас там Скалирует Прикольно Приятно Конечно По сути Это Невозможно Там проиграть Но Все равно Прикольно И пропитаться Тоже прикольно Как говорится Напишите в комментариях Кто пропитался Вот уже Да Автоматически Чем можно заняться Дальше Очевидно Дальше Мы можем заняться Помимо недельных событий Кстати Ермак на Луне Еще будет Дополнительная Экстра Репутация На целую неделю Экстра репутация Экстра Ропот 10% И всякие прикольные Ивенты Ачивочки Все дела Будут Значит Можем пройтись По старым рейдам Дорогие друзья Можно пролететься По ним Вскрыть их Уничтожить Для чего Для разнообразных Маунтов То есть Как это делается Открываете Путеводитель к приключениям Рейды Очевидно В соло Вы можете Пока что Проходить Все До легиона Все до легиона Легион Может быть Можно будет Проходить Во первых На следующем Аддоне 100% Когда Shadowlands Выйдет Легион Вы в соло Сможете Проходить Рейды Сейчас Нужно Пойти Если вы Хорошо Одеты Может быть Даже Из нескольких Человек Я слышал Что Кто то Очень Сильный Одетый Персонаж В принципе Может Даже В соло Зачать Легион Но я Пока Лично Не травил Хотя Я сильно Одет Надо Как то Попробовать Сходить То есть Разнообразные Интересные Маунты Например Заходите С Аддалянского Пламени Жмете Добычу Тут Во первых Красивые Трансмоги Падают Сходите За трансмогами Выбирая Сложность Определенную Вот Видите Изменяются Они Внешние Трансмоги Красивые Какие то Выбейте Оружие Не оружие Видите Оружие Как у Монорота Прямо Из Варкрафта 3 То есть Всякие Видите Штуки Дрюки Прикольные Сначала Падают Показывается Оружие Падают Разнообразные Маунты Так что Сходите За трансмогом Возможно Сделать Какие то Ачивки Если Определенное Количество Ачивок Сделать Связанное С Рейдом То Получается Тоже Какого то Маунта Дает На каждый Рейд Такие Есть Ачивки Если Вы Определенные Сделаете Маунт Например Вот Только что Я Показывал Анигилятор Он Выглядит Вот Так То Вот Вот Так Он Выглядит Очень Красиво Или Какой Например Вот Такой Куча Разнообразных Интересных Маунтов Падает Так что Сходите За трансмогом За маунтами Как говорится Приоденьтесь Чтобы быть Красивым Достаточно Это Тоже Приятно Трансмог На мой взгляд Вообще Одна из Самых Важных Моментов Игры Потому Что Если Тебе Не нравится Как выглядит Твой Персонаж Значит Тебе Не Нравится Игра Очевидно То есть Если Он Красивый Тебе Нравится Такие Делишки Обязательно Сходите Выполняйте Ачивочки Разнообразные Получайте Какие-то Звания С этим Связанные И прочее Это Такие Прикольные Штуки Дальше У нас Какой Вариант Я Хотел Предложить Жуткие Видения Те же Сходить Там Падают Опять же Питомцы Там Падают Червь Маунты Если Из почты В принципе Это Прикольный Такой Челлендж Меня Например Он Очень Сильно Подбадривает Вот Несмотря На то Что Я выпустил Видео На 3 Маски Я На Стриме Прошел На 4 Маски И Меня Прям Хожу Меня Всего Трясет После Них Потому Что Очень Стрессово Казалось Награды Особо И нет Какой-то Ничего Особо Не Дается Но Все Равно Так Интересно Так Хочется Пройти Не знаю Меня Очень Цепляет Соло Контент Ну Особенно Соло Кто-то Может В группой Захочет Сходить Можно В группой Ходить Напоминаю Очень важная Информация Которую Я не Рассказывал В своих Жутких Видениях Видео Там Недавно Я выяснил Что Хиллер У хиллеров На 50% Меньше ХП У всех Мобов А у танков На 25% Меньше ХП У мобов Поэтому У многих Уважаемые Люди Которые Писали Опять Хиллеров Обделили На самом деле Не обделили Можно В принципе И захилла И вообще Там уже Давным-давно 5 масок Закрывают Паладин Там закрыл Хиллер 5 масок Да То есть Много Кто уже 5 масок Закрывает Я торможусь Но Надеюсь Вам все равно Нравится Как я торможусь Ребяточки Так что Сходите В принципе Меня там Прикольно От питомца Всякие Ачивочки Тоже Присутствуют Вроде как Когда пройдешь Полностью На 5 масок И то и другое Гримара Штормхрат Те дадут Ачивку И звание Безликий Как бы Ух Макбак Красивая ачивка Точнее звание Да Мне очень нравится Как выглядит Звучит Значит Невероятный совет Невероятный совет Пойти Ролеплеить Ребяточки Да То есть Кому Абсолютно Уже скучно Вы можете Пойти И просто Заняться Ролеплеем То есть Казалось бы Такая веселая Штука Но создаете Хоть первого левела Хоть вы просто Играете за альянс Отправляетесь Вот это замечательное место В Штормух Рядом со Штормградом Да Вот здесь Вот Златоземье На любом серваке Вы увидите Там абсолютную Вакханалью Голые ночные Эльфийки Дренейки Люди Которые о чем-то Разговаривают Возможно Даже не пойми О чем Вы не поймете О чем мне говорят Что вообще Там происходит Как-то раз Я туда зашел Смотрю Какая-то Выходит Хьюманша Из таверны И идет за таверну Но я естественно Медленным шагом За ней Иду 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 Она останавливается Я останавливаюсь Поворачивается на меня И говорит Не ходи за мной Вот так Просто Вот То есть Невероятно То есть Конечно Если вы хотите Скажем так Особых видов Развлечений Вот Там вы точно Повеселитесь Потому что Ну я не знаю Просто Подыграйте людям Они там Сами для вас Сделают разнообразный Контент Вот То есть Это очень весело Достаточно И пролеплей Поэтому Пофаниться Как-то Опять же Оживить игру Вот Конечно Я слышу Что в реальной жизни Тоже так можно сделать Да Но не советую Ходить За кем-то По пятам И если Особенно он вам говорит Не ходи за мной Ходи за ним дальше Да Это уже преступление Мне кажется Будет Считаться В какой-то момент Так что Не нарушайте никогда Законы Ребяточки Обязательно Так Локалочки Локалочки Ребяточки Как ни парадоксально Звучит Надо сделать бы локалочки Вот Надо бы сделать локалочки У меня фпс падает В порту Вы в курсе? Ну это невероятно Да Сделайте локалочки Особенно интересные Важные Я говорю именно Про локалочки Которые вот эти То есть Все локалочки Не обязательно делать А вот На сундук С ящиком Зандаларов Военная компания Орды Империя Зандаларь Все это Довольно таки интересно Особенно на 2000 голды Да То есть Есть голдовые Штучки За это дается Много репутации И кто не знал Вот Может ее Во-первых Прокачать Чтобы Как бы На локалочках И не только Прокачать дополнительную Репутацию Чтобы возможно Какие-то Фракции новые Открыть Возможно Сейчас Как говорится Вам не хочется Да Допустим Ихрать за лисичку А потом Может вам захочется Да Но у вас уже будет Все готово Так что Не гнушайтесь тем Чтобы прокачивать Репутацию до максимума А после максимума Вот За 1000 плюсов Вы будете получать Такой замечательный Сундук С которого До 7000 голды падает От 4 до 7000 голды По-моему падает Из этого сундука Какие-то там Другие приколюхи Опять же Припасы Вот видите У меня как много Уже почти Почти много Что накопилось Да То есть Много интересных сундуков Падает Так что Прикольно Да Там дополнительно Золото Это интересно Очень Так что Делайте локалки Как это ни странно Звучит Да Ну и освожденные Раджане Видите Тоже надо бы делать Чтобы у них Там получить маунты Вот это вот Гербовые накидки Все это Достаточно Интересно Выглядит В какой-то степени Для любителей Трансмога Маунты Там все же Да Те же Значит Что у нас дальше Ребятчики А дальше Все А дальше все Вот я и рассказал Чем можно заняться В World of Warcraft В принципе Большинство Я штучек рассказал Опять же Оставляйте свои комментарии По поводу того Что думаете Как я тут рассказывал Да Как может быть Лучше писать Это видео Да Возможно Более фокусно Что-то делать Да Возможно Стоит мне давать Прямые советы Да То есть Я сказал сейчас Обобщенно Насчет всего Да Но возможно В каждом видео Мне стоит давать Какие-то более Целенаправленные советы Допустим Сходите Вот конкретно На этой неделе Вот сюда И вот сюда Там интересны Вот эти маунты Да И типа Все такие Классно Пошли Да То есть Возможно Я помогу вам Обеспечить Какой-то интересный досуг В World of Warcraft Если вам нечем заняться Но очень хочется Поиграть В World of Warcraft Вот Я вам все буду рассказывать Поэтому обязательно Сообщите мне об этом Чтобы я понимал Что делать дальше Или делать Или вообще не делать Это видео То есть мне показалось Это очень интересное Виде для того Полу-ФК Оформить те же пружины Продавать их на аукционе То есть ничего сложного нет Вам копится Галдишка За Галдишку Вы покупаете Жетончик То есть за Галдишку Вы покупаете Жетончик Если кто не знал Жетон ВОВ То есть вот он 215 тысяч стоит Это дает вам 30 дней игрового времени Если правой клавишей Мыши по нему нажать Либо 550 рублей На баттленный кошелек Что автоматически Значит то Что выгоднее Опять же Покупать сразу По 6 месяцев А то и больше То есть вы получаете Там скидку И экономите Какое-то количество Да Этих денег И при этом Ну как бы со скидкой Получается покупаете В магазине А при этом Все вы можете купить Себе Shadowland Тот же То есть накопили Сколько там Shadowland Стоит 1700 Или что такое Да Накопили столько денег На баттленный кошельке И купили себе Shadowlands Как бы За миллион голды Shadowlands Фармим у меня На стримах Около 30 тысяч Где-то и больше В час Где-то и 50 тысяч В час В мехагоне Фармим В час Да Фармим по пару часиков По вечерам 10 таких вечеров Со мной Вы купили себе Shadowlands Сэкономили деньги По-моему Не знаю Что может быть лучше Просто чильно посидели Посмотрели мой стрим Отдыхаючи Весело И получили Еще и игровое время И свои деньги Не потратили Да А задинатили мне Эти деньги Было бы неплохо Конечно Да То есть Например Поддержали канал Да Как-то Что-то такое Классно Да Обязательно Кто еще Ребят Не подписался Подпишитесь Снизу Поставьте Обязательно лайки Опять же Напишите комментарии И приходите И приходите на стримы Каждый день С 12 до 14 С 18 до 21 По московскому времени И жмите колокольчики Чтобы получать уведомления До следующих видео Ребятчики Много на что ждет Сегодня обновил Опять же свой список видосов Тонны еще контента И это счастье Багбагбагбагбагбаг Фуааааа Motherfucker kicks in like